Всем привет! Вы смотрите реалити-шоу «Свадьба в подарок» на городском телеканале ЮВТВ. И сегодня мы продолжаем ходить в гости к нашим участникам. И первыми мы приехали к паре номер 19 – Олегу и Ольге. Но Олег немножко приболел. Давайте узнаем у Оли, как она справляется одна. На данный момент у нас прям очень активно происходит подготовка к финалу. У нас все очень подвижно, даже несмотря на то, что Олег у меня болеет. Мне очень понравилось участвовать в конкурсе подготовки к полуфиналу. Мы с моей сестренкой принимаем активное участие. И я уверена, что мы точно победим. Я работаю бухгалтером в государственном учреждении. Это не разглашается, это секретно. Работа очень у меня интересная, увлекательная. Ну и хоть даже задерживаюсь очень часто допоздна, но тем не менее это мне нравится. Мы очень увлекаемся спортом. Мы накупили себе всяких лыж, коньков. Мы планируем купить себе велосипед. Ну, в общем, надеемся очень активно его использовать летом. Мы очень любим путешествовать. И с каждой страны мы привозим по магнитику. Сейчас мы вам их обязательно покажем. А вообще мы планируем в этом году поехать куда-нибудь в экзотическую страну. Ну, куда-нибудь в Таиланд, Бали. А вот наши магнитики. Ну, например, в Дубае, Лазаревское, Сулелес, куда же есть, представляете? Ну, так как у нас Олег сейчас болеет, ему очень требуется моя помощь и внимание. Если вы тихонько за мной пройдете, вы можете чуть-чуть подглянуть. Олег у меня работает в системе службы безопасности. Тоже крайне секретное место. Очень часто задерживается. Поэтому мы друг друга нашли в этом плане. Нам очень понравилось готовиться к полуфиналу. У нас была тема «Любовь-морковь», потому что это такая интересная тема, касаемо перевоплощения мужчины и женщины и наоборот. Вот. И нам было очень интересно готовиться. Было очень интересно снимать клип, который вы все видели. Ну, большую удовольствие от этого получал, прежде всего, Олег, потому что женская роль ему вообще просто шла. Он там просто кайфовал, знаете, как это было. У нас было столько всяких дублей снято. Очень интересно, которые... Ну, невозможно было все просто показать. Вот. И надеемся, что... Мы очень надеемся, что в финале будет еще интереснее. А мы в гостях у пары номер 8. Они уже готовы рассказать свои интересные истории. Всем привет! Мы пара номер 8. Хотели бы рассказать немножко о себе, так как конкурсы-конкурсы, надо немножко уделить внимание каждой личности в отдельности. Я работаю в мебельной фирме. Я являюсь логистом. Вот. Формирую маршруты. Развозим, в общем, мебель. Людям доставляем мебель. Антон тоже работает со мной в одной компании. Расскажи, кем ты работаешь. С педитором. Доставляем мебель. Так что мы не только участвуем вместе, показываем свою любовь, мы еще и работаем вместе. Хотелось бы уделить прям минутку времени своему любимому и отметить то, что он меня покорил своим вниманием. Огромным количеством цветов. Наверное, я думаю, это было самым главным фактором, почему мы с ним продолжили наше общение. Вот. И такой еще момент интересный при знакомстве. Мы вначале не рассказали об этом. На красках, когда познакомились, в принципе, нас познакомил лучший друг. Огромное ему за это спасибо. Да, его лучший друг нас познакомил. Это было настолько здорово. Это было так запоминающе. И мы вспоминаем уже спустя год практически эти просто неимоверные эмоции. Как мы были все разрисованы, все испачканы. И ему отдельно за это спасибо. Он мне всегда дарит эти эмоции. Любим поесть, постать. Неправда. Мы любим на охоту ездить. На охоту съездить, сходить в кафе, потанцевать. Ездили много раз на охоту. Сколько у тебя трофеев? Зайца три точно. Лиса. Так что мы любим активный отдых. И, наверное, это самое главное для нас. Всегда двигаться вперед, развиваться. И проводить время активно. И получать кучу эмоций. Ну, а как прошел для вас полуфинал? Ну, полуфинал прошел для нас. Давался поначалу очень трудно. Идей было никаких. Позаботилась теща золотая. Придумала, все нам практически предоставила, выложила. От нас уже была главная задача все это реализовать. Мы, конечно, ожидали большего результата, как ни крути. Но как сложилось, так сложилось. Жюри оценило, как посчитало нужным. Но мы не опускаем руки. И обязательно в финале мы покажем, я думаю, обязательно, на что мы способны. И наша любовь. У вас сейчас такая сложная достаточно ситуация. Очень мало баллов из полуфинала. Поэтому требуется большой такой толчок в финале. Как вы выйдете из этого положения? Мы в любом случае также будем прилагать максимум усилий. Но так как, да, как сказала Екатерина, все-таки немножко нас подшатнула эта ситуация. Что баллов у нас меньше. Мы это прекрасно понимаем. Мы трезво оцениваем ситуацию. Поэтому мы максимально сейчас стараемся вложить все силы в наш номер. Я думаю, это будет круто. Нам выпала история великого Гэтсби. Посмотрели в первый же вечер, как получили задание в фильм. Правда, на середине уснули. Но обязательно досмотрели на следующий день его. Поэтому вот такие у нас уже готовы пригласительные. Ждем вас всех на нашем событии грандиозном. Будет вечеринка в стиле Гэтсби. И, думаю, самое главное, будет роскошно и весело, что было в то время. Хотели бы отметить, что ниточку таинственности, иллюзионности мы обязательно продолжим и в финале. Приходите, увидите все. И готовы? Конечно, мы всегда готовы. К мероприятию ответственному. Мы готовы, всегда готовы. Без вас вообще ничего мы не сделали. Мы за вас. Мы ваша поддержка. Мы ваши ярые болельщики. Так что мы вас будем поддерживать. Мы, между прочим, одни из самых первых, кто пришли за нас болеть. Куча плакатов, шаров схватили сразу и дудели за нас там. Ну, конечно. Я думаю, вы заслуживаете победу, потому что вы очень искренние пары. Вы любите друг друга. Это самое главное, конечно. Да, мы постараемся показать все, что сможем. А мы за вас будем радоваться и ждать ваши победы. Спасибо большое. Мы находимся в гостях у пары номер 11. Ее зовут Анна. Это Игорь. Ребят, расскажите зрителям, чем вы занимаетесь, кем вы работаете. Я работаю в банке, работаю с клиентами, менеджером. Работа достаточно интересная. Все устраивается, нравится. Ну, я работаю в установке пожарной сигнализации и видеонаблюдении. Занимаемся. В общем, если что, он подглядит за мной. Если что не так. Уже подглядываю. Как вы проводите свои выходные? Какие-то хобби, увлечения? Ну, в основном мы проводим свои выходные в компании друзей. Всегда по-разному. Да, всегда по-разному. Собираемся друг у друга в гостях, ходим в кино. Жарно шашлычки, пеклички. Да, во дворе. Очень любим этим заниматься. Играем в настольные игры. На самом деле, весело проводим время. Любим петь в караоке. Не скучаем. Соседи наши тоже не скучают. Друзья устроили шикарный сюрприз в главе с Игорем. Вообще, гуляли здорово, весело. Море цветов, эмоций. Вообще, у меня Игорь умеет делать сюрпризы неожиданные. Очень талантные. Да, талантные. Поменяется в этом плане. Ну, и у нас вот друзья уже почти все переженились. Ходим по свадьбам. Да, другу в гости. Поздравляем в конкурсах, всегда во всех участвуем. Пожалуйста. Вот, смотри, с кем красивый. Пучаствовали, не родились. В общем, так. Отдыхаем, веселимся. Где только не бываем. Стараемся. Летом выезжаем куда-нибудь к бережку, к воде. Большой компанией, как обычно. Палатки, рыбалка. Это прям наш хобби. Так что весело, не скучаем. Да, скучать, собственно, не приходится. Что можете рассказать нам про полуфинал? Вот у вас была такая достаточно волнительная тема. И вы очень отличались от других пар по тематике. Как вообще пришла идея вот такая в голову? Именно вот обыденная сказка такая. Идея пришла в спонтанную. Да. Она пришла еще задолго до того, как мы узнали задание. Мы думали, что если будет творческий номер, то нужно обязательно об этом сказать. Потому что в этом году нельзя об этом не вспомнить. Подготовка проходила сложно. Потому что момент такой, тема очень серьезная. И готовились очень старательно. Вечерами. Да. После работы приходили. Много времени на это потратили. Но надеюсь, что оправдали надежду. Как вы готовитесь к финалу? Тема нам досталась очень интересная. Ее можно разворачивать вообще и разворачивать. Досталась нам тема «Пираты Карибского моря». Фильм смотрели неоднократно. Очень интересный сюжет. Уже есть костюмы, уже есть сценарий. Готовимся очень плотно. Также вечерами, каждый день после работы. Сейчас поедем на репетицию. Мы специально договорились в школе. Там нам актовый зал предоставляет. Снимаем полным ходом. Конечно, времени очень мало. Очень мало времени. Не нервничаем, переживаем. Все у нас получится. Должно получиться. С такими стараниями. Мы должны чего-то дарить обязательно. По баллам, получается, идете третий. Вам нужно показать все очень ярко, красочно, чтобы оказаться в тройке лучших. Какая будет фишка? Ну, как ты ее так завуалировала нам, расскажите. Ну, фишка, во-первых, в том, что мы вообще такие. Первый раз у нас была очень серьезная тема, очень такой момент. Здесь мы больше делаем акцент на юмор. Да, здесь мы хотим повеселить зрителей и показать, какие мы веселые, разносторонние ребята. Также умеем смеяться и шутить. И, в общем, будет финал веселый, обещаем. Свадьба, так свадьба. Да, хотите свадьбы, свадьба и получится. Свадьба будет. Игорь, вот у тебя такая активная Аня, да? Она всегда вот такая, она всегда такая? Абсолютно, абсолютно, постоянно. Ну, нет. Если честно, я до этого нигде не участвовала, никаких мероприятий. Это вот первый раз в моей жизни, ну, девушка. Ну, потому что надо веселиться. Надо, да. Мы еще молодые совсем, надо драйв. Мне очень это все получается, ну, как бы я стараюсь. А как она тебя уговорила вообще на участие в этой программе? Спал там уговорить, все, мы свадьба. А я не спрашиваю, я просто сказала, ну, вот мы участвуем и все. Тяжело, что вот он так не совсем хочет участвовать? Нет, не, что он очень хочет участвовать. Да, он очень хочет, он очень активно во всем участвует. Даже где-то впереди меня на несколько шагов. То есть вышло наоборот, да? Да, мы оба, знаете, так прям схватили за эту идею. Но тяжело в чем? Тяжело в том, что человек, в принципе, никогда не был на сцене, и для него это все впервые. Но я считаю, что для новичка он справляется идеально. Свою свадьбу вы видите как тематическую? Возможно, да. А в каком стиле вы бы хотели, если вы выиграете проект? Если честно, даже еще не думали пока что. Да, об этом еще не думали. У нас сейчас вся голова только в пиратах. Пока так. Может быть, такую и захотим. Кто его знает. Может, нам понравится. Так и сделаем. Мы пришли в гости к паре номер пять, Анастасии и Михаилу. Они приготовили для нас рассказ о том, как прошел полуфинал, насколько тяжело им было быть на расстоянии друг от друга, и, конечно же, как они в общем переживают этот проект. Мы пара номер пять, Михаил и Анастасия, наша группа поддержки. Пара номер пять. Ну, познакомились мы с Настей давно, очень. Четыре года назад, уже больше. Вот. Мы с ней особо не общались поначалу. Вот. Но потом начали теснее общаться. Конечно же, девушка очень интересная. И, соответственно, мы начали встречаться. Ну, она у меня вообще молодец. Готовит вкуснейшие блюда. Свободное время мы проводим вообще по-разному. Вот. Можем сходить в кино, а другой день можем заехать на студию и там писать какие-то песни, не знаю, аранжировки. Можем прогуляться. А только мы уехали в Уфу? Да. Просто. Можем уехать в Саранск, оттуда в Уфу, потом обратно вернуться. Вот. Мы вместе и нам везде хорошо. Миша у меня занимался лёгкой атлетикой, поэтому он очень классно бегает. На первом туре проекта... Я от хулиганов убегаю. На первом туре это было заметно, потому что он везде бегал, а я так за ним подбегала немножко. У него есть своя студия, вот. Они занимаются музыкой. Ну, это классно. Выпускает свои песни. Ну, насчёт полуфинала. Морально я, конечно, был с любимой своей, с ребятами. Вот. Но не участвовал в нём, не получилось, потому что уехал. Вот. Пришлось уехать. Конечно, хотелось бы поучаствовать. Я хотел помочь, но мы уехали. Вот. Звонил я, когда уже проходил полуфинал. Хотели связаться в скайпе, но не получилось из-за связи. Вот. Ну, я рад, что мы прошли дальше. На финал грандиозные планы. Вот. Мы готовим сценку. Очень красивую, интересную. Будет много юмора. Мы там завуалированы. Некоторых персонажей будем вставлять. Надеюсь, все догадаются, что это за персонажи. Вот. Вы можете подумать, что это гавайский, но нет. Нет. Я вообще учусь на факультете управления. Вот. Я буду, надеюсь, в будущем я буду депутатом. Ну, вот. Это очень интересно на самом деле. Я учусь на юриста. На данный момент, конечно, учёба немного приостановилась. У меня академический отпуск. Вот. Но после я восстановлюсь и буду продолжать учёбу. После чего, думаю, буду юристом. Я Николай. Я познакомился с Мишей на рэп-фестивале. Мы выступали. Он подошёл ко мне. Ну, мы начали сотрудничать. Вот и познакомились. Так, хорошо. Позже у них случились проблемы с полуфиналом. И попросили нашей помощи, нашей группы. И мы не смогли им отказать в этом. И помогли им, чем смогли. Когда я узнала, что дети ввязались в такую авантюру, ну, остаться в стороне не смогла. Поэтому всячески им помогаю. Ну, здесь уже чисто интерес, да, на самом деле. Потому что, в общем-то, сначала как-то не верила в их победу. Но теперь вот смотрю, стараются, чего-то хотят. Главное, что заразили всех родственников, знакомых. Все болеют. Чем-то пытаются помочь. Кто-то какие-то декорации делает. Кто-то что-то сочиняет. Кто-то подшивает. Ну, в общем, участвуют все, болеют все. Так что, ну, победим, не победим. Ну, по крайней мере, с удовольствием поучаствуем. Меня зовут Маша. Я давняя подруга Настя. Мы с ней учились вместе в школе. Вот сейчас хоть наши пути разошлись, но мы также общаемся. Вот когда я узнала то, что Настя участвует в конкурсе, она попросила нас помочь. Вот я, конечно, не смогла отказать. Вот потому что Настя очень хороший человек. И пара Миша с Настей, прекрасные люди. Когда что-то надо, они нам всегда помогают. Вот были такие ситуации. Миша там на машине нас подвезет куда надо. Вот, ну, очень такие хорошие люди, помогают всегда, доброжелательные. Вот, поэтому я надеюсь то, что они победят. Вот, и всей душой буду болеть за них. На этой ноте нам бы хотелось с вами попрощаться. До встречи в финале. Мы желаем всем парам выдержки, терпения, позитивных эмоций. Смотрите нас на городском телеканале ЮТВ. Заходите в нашу группу ВКонтакте. С вами была Екатерина Ветлова. Всем счастья и любви. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok